Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему ты об этом не знаешь Почему я работаю Ольга Пинскера и Екатерина Берман работают в фондах Которые помогают больным ракам В конце декабря Ольга и Екатерина Потеряли друга Тимура Аванесова Он умер от лейкоза Причиной которого стало Рентгеновское облучение Он был врачом Сначала кардиоренематологом Потом решил освоить другую специальность Радиолога И место действия Ташкент Он очень много работал Под рентгеновской аппаратурой Есть такая пушка И во время операции Он стоял или рядом В специальном защитном халате Когда он обнаружил себя Больным Он почувствовал себя плохо Боли в костях Первое, что он сделал Он посмотрел на срок годности Своего защитного халата И с ужасом увидел Что он просрочен на 10 лет Все было против него В его родном Ташкенте Ему налили и гепатит С И еще какие-то инфекции Еще какую-то дрянь с кровью Переливанием Ему там не могли никак помочь В смысле его заболевания Там просто этого не умеют делать Для того, чтобы продолжить лечение И оплатить дорогостоящие процедуры Тимур продал квартиру в Ташкенте И перебрался в Москву Он открыл свою страничку в интернете Где вел дневник В котором рассказывал Как проходит лечение И благодарил всех Кто помогал ему справиться с бедой У Тимура было достаточно времени Подумать о том Почему с ним произошла эта болезнь Почему лейкоз Почему не просто лейкоз А лейкоз осложненный Филадельфийской хромосомой То есть произошла мутация Из-за лейкоз считается Особенно тяжело излечимым Особенно у взрослых И, конечно, было ему Вдвойне или втройне тяжело Во-первых, он врач И понимает, что с ним происходит Как врач Во-вторых, он взрослый человек Это ребенку можно сказать Что тебя доктор вылечит Тебя спасут И он верит святой маме В то, что Бог его не оставит Ну а тут взрослый человек Доктор В сентябре 2009 года В Израиле Тимур была сделана операция По пересадке костного мозга И он, его близкие были уверены Все наладится Но 30 декабря Тимур Аванесов умер Большую опасность Представляют, наверное Аппараты, где используются Источники Радиоактивные источники В таких манипуляциях Каждая секунда Она, в общем-то, дорога И, наверное, имеет значение И может принести В большинстве, как это же и делает Приносит пользу Но если этот факт, скажем так Может произойти как технический сбой Или еще что-то Конечно, возможный И отрицательный момент Известно, что врачи настаивают На регулярном, хотя бы раз в год Рентгенологическом Или флюорографическом обследовании Это необходимо для раннего выявления Пневмонии, туберкулеза Или онкологических заболеваний Сегодня я тоже отправлюсь на рентген Но для начала мы попытаемся выяснить Что же это такое И какова степень риска Которому мы подвергаемся При подобном обследовании Рентгеновские лучи, как и свет Относятся к электромагнитному излучению От светового оно отличается Силой энергии и длиной волн Именно маленькая длина волн Позволяет рентгеновским лучам Проникать сквозь материалы Непреодолимые для света Во время медицинского обследования Они переносят на пленку тени Исследуемого предмета Кости содержащие кальций и потому более плотные Содерживают излучение сильнее На снимке им будет соответствовать светлое место Мягкие ткани, наоборот, лучи пропускают хорошо И оставляют тёмные пятна Опухоль или инфицированная жидкость при пневмонии На снимке тоже тёмные Но поскольку они значительно плотнее лёгких То выглядят более чётко Ну, у вас всё нормально Лёгочные поля не затемнены Корни и средостения не расширены Синусы свободны То есть это снимок нормальной грудной клеточки Воздействие рентгеновского излучения Не проходит бесследно Ткани не просто светятся Они впитывают радиацию и накапливают её Большие дозы излучения приводят К необратимым изменениям в организме Но начинается всё с самых обычных симптомов Свойственных переутомлению Шесть лет назад на первом этаже дома В котором живёт Александр Иванович Пархомов Появился медицинский центр Поначалу жильцы, большинство из которых пенсионеры Даже обрадовались такому соседству Но уже через месяц по дому стали ходить слухи Что в новом центре установили какой-то аппарат Который производит мощное излучение Мол, таким образом кто-то хочет выжить стариков С насиженных мест и прибрать к рукам квартиры Даже был такой слух Что эту установку поставили для того Чтобы люди, живущие в основном здесь Люди старшего возраста, быстрее умерли Ну кому мы нужны? Земля-то в Москве дорогая Квартиры дорогие Поставят на этом месте новые торговые центры Через некоторое время Александр Иванович и его соседи Действительно стали жаловаться на плохое самочувствие Головные боли, тошноту Разобраться в ситуации взялась соседка Александра Ивановича Зинаида Максимовна Понимаете, начали писать письма Куда бы, вот видите, сколько письм Куда бы только мы ни писали Везде отписываются Сначала обратились в милицию Милиция за какую-то отписку сделала и все Собрали подписи, пошли к его праву Там тоже отписались Тогда мы решили пойти в мэрию Не пойти, а написали письмо Собрали опять подписи, написали письмо Но мэрия не могла не отреагировать И прислали комиссию В конце концов в медицинский центр нагрянули с проверкой чиновники И выяснили, что на первом этаже жилого здания Установлен рентгенаппарат Что само по себе уже является нарушением закона А дальнейшая проверка показала Радиационный фон в близлежащих квартирах Значительно превышал норму Ссылаясь опять же на санитарные нормы и правила Я знаю, что могут устанавливаться Только на первых этажах там или где В жилых помещениях В смежных даже с жилыми зданиями Только рентгеновские аппараты стоматологические Определенные мощности С небольшой рабочей нагрузкой История Александра Ивановича Его соседей закончилась благополучно Рентгенаппарат по предписанию чиновников был демонтирован А вскоре съехал и сам медицинский центр Но где гарантия того, что подобная история Не повторится где-то в другом городе или районе Ведь получается, что рентгеновское излучение Представляет опасность даже в том случае Если нас от него отделяет бетонное перекрытие 20 лет назад приказом Министерства здравоохранения В нашей стране были введены радиационные паспорта пациентов В этом документе врач должен фиксировать Каждую дозу облучения, которому подвергся его клиент Радиационный паспорт становится своего рода Сигнальным маяком для докторов И гарантии того, что не будет превышена Общая разрешенная доза Этот лист вообще-то по санитарным нормам и правилам И он должен клеиться в амбулаторную карту В принципе, если человек наблюдается В одной и той же поликлинике или в больнице Врач всегда может посмотреть, какую дозу пациент получил И при диагностике какого-то другого заболевания Врач может назначить альтернативный какой-то метод исследования, диагностики Но если вы проходите обследование в разных клиниках Отследить дозовую нагрузку врачу практически невозможно Остается только самостоятельно контролировать ситуацию Вот данные об излучении современных рентгенаппаратов Флюорография дает 0,8 единиц излучения Маммография и зубной рентген 0,3 единицы Рентген грудной клетки 0,11 единиц Компьютерная томография 2,4 единицы При этом, согласно медицинским нормативам, принятым в России Предельно допустимая норма составляет 5 единиц за 5 лет Нетрудно подсчитать, что только один визит в кабинет Компьютерной томографии перекрывает половину 5-летней нормы А если при этом, как рекомендуют врачи, ежегодно проходить флюорографию То передозировка вам гарантирована В 2001 году в Нижнем Новгороде разразился скандал Выяснилось, что в областной больнице имени Симашко Аппарат в рентген-кабинете 2 дня работал без специального защитного фильтра В результате 8 больных, в том числе 2 детей, получили серьезное облучение и лучевые ожоги Ответственной за проведение процедуры была врач высшей категории Ирина Николаева Против которой было возбуждено уголовное дело Мы хотели, чтобы она хотя бы на 3 года лишили медицинского права Вот, ну, работать, например Потому что она по халатности своей Тем более она по-хамски вела себя с пациентами Судебное разбирательство длилось несколько лет Врач Ирина Николаева так и не признала себя виновной Заявив, что не может отвечать за техническое состояние рентген-аппаратуры В итоге суд вынес обвинение о причинении вреда здоровью и средней тяжести Что по закону не является уголовным преступлением Из зала суда Ирина Николаева вернулась прямо на работу в больницу Между тем, чтобы избавиться от следов ожогов Пострадавшим пришлось прибегнуть к услугам пластического хирурга О других посредствиях опасного излучения люди стараются даже не думать А у нас в кодексе административных правонарушений нет ни одной нормы наказания врача Ни штрафа, ни обязанности учиться, требования квалификации У нас, достаточно сказать, порядка 100 тысяч врачей из 600 не имеют сертификатов То есть они в течение 5 лет не подтверждали свою квалификацию И их неизвестно соответствует, их квалификация требованием современной медицины или нет То есть, по идее, тот, кто допустил этих врачей к работе, нарушил закон И вообще-то виноват, это главный врач Когда мы приходим на рентген, то получаем вот такой защитный фартук, сделанный из просвинцованной резины Резина со временем накапливает радиацию, поэтому срок эксплуатации такого фартука всего 5 лет Между тем, защитное оборудование, которое используется во многих наших поликлиниках, служит ещё с советских времён Тем не менее, врачи уверяют, любой возможный вред от рентгена несопоставим с его реальной пользой Например, выявить туберкулёз иначе невозможно, потому что альтернативы рентгеновским лучам до сих пор нет Но это не так Сегодня существует сразу несколько альтернативных методик диагностики Более того, в некоторых случаях новые методы просто незаменимы В частности, та же флюорография выявляет только лёгочный туберкулёз А ведь это лишь одна из разновидностей тяжёлого заболевания К сожалению, большинство людей не знает то, что туберкулёз – это не только заболевания лёгких К сожалению, идёт распределение таким образом Заболевания лёгких – это 70%, а все остальные в нелёгочной форме – 30% Что это означает? Это означает то, что не бывает туберкулёза, только волос и ногтей Все остальные формы туберкулёза, поражение точнее, существуют Чуть-чуть на изгиб возьмите в руку 8 лет назад Владимир Хоменко и его коллеги разработали новый экспресс-метод диагностики туберкулёза Для этого пациенту необходимо сдать кровь из вены Луч лазера проходит сквозь предварительно приготовленную плазму крови И возбуждает ответ на излучение бактерий Всего через 20 минут врач получает график, по характеристикам которого ставит диагноз Метод современный, работает в режиме реального времени Позволяющий обследовать очень большое количество людей Но именно на ранних стадиях, чтобы как можно быстрее приступить к лечению Метод незаменим, особенно у детей и других, конечно, различных групп населения Вот так быстро и без всякого облучения Этот метод уже используется в нескольких московских клиниках Однако широкого применения он так пока и не получил Еще одна популярная рентгеновская процедура – мамография Она применяется для ранней диагностики рака груди Врачи настоятельно советуют делать мамографию всем женщинам после 40 лет Хотя в Москве и других крупных городах мамографическое исследование рекомендовано уже в 20 лет Причина – плохая экология и высокий уровень онкологических заболеваний Рак молочной железы – это одна из очень серьезных проблем мира и серьезная проблема нашей страны По статистике, заболеваемость и смертность от данного заболевания среди онкологических заболеваний у женщин Уже многие десятилетия занимает первое рейтинговое место Мамография производится на рентгеновских аппаратах, специально предназначенных для этой цели Врачи уверяют, что этим методом можно выявить опухоли, которые невозможно прощупать Но и этот вид исследования, как выясняется, может представлять опасность Когда мы вводим любую скрининговую программу, связанную, допустим, с мамографическим исследованием Все равно маленькая лучевая нагрузка, но она есть И эту лучевую нагрузку на популяцию всей страны, на всю женскую популяцию нужно оптимизировать Как ее оптимизировать? Первое, убрать молодых женщин из-под возможности ненужной этой лучевой нагрузкой И второе, сделать исследование столь высококачественным, чтобы не приходилось повторять это же исследование в разных учреждениях В 2007 году жительница города Волжского, Волгоградской области, обратилась в онкодиспансер с жалобами на уплотнение в груди Медики провели мамографическое обследование и вынесли вердикт – рак молочной железы Вскоре пациентке была проведена операция по удалению правой груди После чего она отправилась в Москву на восстановительную терапию Но московские докторы объявили, что диагноз был поставлен неверно Никакого рака у пациентки не было, и операция не требовалась Ольга обратилась за юридической помощью с целью подачи иска о некачественном оказании медицинской помощи И возмещении морального и материального вреда, связанной вот с этой вот ситуацией Волжский городской суд в рамках судебного разбирательства по данному делу С своим определением назначил проведение судебно-медицинской экспертизы Экспертиза подтвердила отсутствие необходимости проведения радикальной операции То есть удаление органа По решению суда с местного онкодиспансера было взыскано более миллиона рублей В счёт возмещения пострадавшей материального ущерба и морального вреда Сумма немалая, но вряд ли она способна компенсировать тяжелейшую физическую и моральную травму Благодаря ошибке в маммографическом обследовании женщина на всю жизнь осталась инвалидом Пациентка сама нарушила правила Основное 7 раз отмерь, 1 раз отрежь В хирургии, которая должна действовать у всех пациентов Когда вам ставят какой-то диагноз, который требует сильного хирургического, серьезного хирургического вмешательства Вот этот диагноз надо перепроверять Как минимум у одного специалиста, а лучше у двух Причём у одного платного, у другого ещё бесплатного Потому что по статистике, причём даже не мы называем, а которую называют сами врачи, академики 30% России диагнозов неверны Но ошибочный диагноз – не единственная опасность, связанная с маммографиями Во-первых, этот вид обследования опасен тем, что аппарат может выдать более высокий уровень излучения, чем это необходимо И пациентка получит дозу, превышающую допустимую величину Во-вторых, маммография – один из самых дискомфортных методов обследования Молочную железу во время процедуры сильно сдавливают между двумя пластинами Сквозь которые идёт всё то же рентгеновское излучение Классическая медицина запрещает делать массаж раковым больным Но при этом защищает маммографию – сдавливание потенциальной раковой опухоли Так неужели нечем заменить болезненную и небезопасную процедуру маммографии? Но когда же у нас молодая женщина, женщина репродуктивного периода Или совсем юный подросток, у нас и такое бывает Назначаются на маммографическое исследование – это бессмысленно Не нужно Есть другие методы Потому что маммография не только опасна за счёт лучевой нагрузки в таком возрасте Но она ещё и безперспективна в плане диагностики Мы не сможем поставить диагноз из-за высокой плотности, рентгеновской плотности ткани молочной железы В диагностику рака молочной железы, в особенности у молодых женщин, необходимо начинать с ультразвукового исследования Однако в большинстве случаев врачи направляют пациенток сразу в кабинет маммографии Итог – бесполезное облучение и полное отсутствие внятного результата обследования Компьютерная томография – ещё один популярный вид обследования И ещё одна разновидность облучения Как правило, эту процедуру назначают при необходимости оценить состояние не только костей, но и мягких тканей Как и маммография, этот метод до конца не изучен До сих пор не существует полного списка противопоказаний к компьютерному томографу Героиня нашей следующей истории, 17-летней Юлия Светлова, сейчас находится на лечении в Германии Как рассказала нам её мама, Лидия Анатольевна, год назад девушка каталась с подружками на коньках Упала, ударилась головой об лёт и потеряла сознание Испуганной подружки вызвали скорую, и Юлю доставили в больницу Я туда прилетела быстро В этот момент ей делали компьютерную томографию Я не знала, что это такое, врач пытался мне как-то объяснить Но я не очень поняла Единственное, что я поняла, что травма у Юлечки не тяжёлая И что эта компьютерная томография никак ей не вредит По словам Лидии Анатольевны, после выписки девушка почувствовала себя лучше Вернулась к занятиям в институте, но через некоторое время стала жаловаться на сильные головные боли Обезболивающие таблетки помогали, но ненадолго Мы с ней ещё раз пошли в поликлинику, и нам дали направление на повторное обследование, более полное Не обнаружили опухоль головного мозга Компьютерная томография для исследователя, для врача, она более информативная Хотя сейчас всё больше и больше применяют альтернативные методы Ну, там магнитный резонанс, там другие методы применяют А вообще, пока человечество не придумает что-нибудь нового для исследования, для диагностики Будет рентгеновские методы будут использоваться Не дали направление на компьютерную томографию сразу же Стоило только пожаловаться на регулярные головные боли Вот так проходит обследование Пациент ложится на стол Который перемещается внутри вращающегося кольца С одной стороны кольца находится рентгеновская трубка С другой – детектор, воспринимающий ионизирующие излучения Как только кольцо делает полный круг, на экране монитора компьютера появляется снимок Срез головного мозга А можете просто мне показать, что и что на этой снимке? В данном случае здесь представлен только один срез из общего исследования А их много Представлено вот вещество головного мозга Орбиты в данном случае Несколько режимов подбирается И смотря для какого, для каких целей, что оцениваем мы Режимы подбираются при компьютерной томографии разные В принципе, здесь всё нормально Вот какую-то дозу облучения я получаю при таком снимке? Да, конечно, вы получаете ионизирующее изучение Но оно всё в пределах нормы Так что переживать по этому поводу не стоит А вы в эти показатели запишите в протокол для меня? Да, конечно, мы это всё указываем После основного протокола исследования, после описания Мы обязательно указываем дозу изучения, какую пациент получил при данном исследовании Хорошо, спасибо Итак, процедура была в сущности ненужной Тем не менее, доза облучения, полученная мной во время компьютерной томографии Составила 2,4 миллизиверта Эти данные были занесены в мой радиационный паспорт Делайте вдох, не дышать Получить информацию о состоянии головного мозга Можно и с помощью другого исследования МРТ Магнитно-резонансной томографии Здесь никакого облучения не будет Зато вполне может развиться клаустрофобия Если вы не переносите закрытых пространств МРТ не для вас Во время исследования придётся около получаса провести вот в такой трубе Запрещена процедура пациентам с кардиостимуляторами Магнитный скандаль может вывести их из строя При исследовании головного мозга Магнитно-резонансная томография Сегодня единственная альтернатива облучению Вот только метод этот в нашей стране Так и не получил пока широкого применения Слишком дорого обходится клиникам такое оборудование Зато повсеместно сегодня можно сделать ультразвуковое исследование Ещё один дублёр рентгена С головным мозгом УЗИ, конечно, не справятся А вот внутренние органы диагностируют исправно УЗИ сегодня можно сделать даже в метро К преимуществам УЗИ эксперты относят доступность Отсутствие противопоказаний и высокую информативность Диагностика с помощью ультразвука Даёт возможность распознать заболевания на ранних стадиях Установить диагноз при неясной клинической картине И контролировать ход лечения С помощью ультразвукового исследования Можно проводить диагностику Мягкие ткани, которые располагаются поверхностно Лимфатических узлов периферических Щитовидной железы, молочной железы Органов брюшной полости забрюшинного пространства Малого таза, как у мужчин и у женщин И мягкие ткани, конечности и туловище И с помощью ультразвуковой диагностики Хорошо видны сосуды, мягкие ткани И паренхемы и структуры органов Ультразвуковой аппарат состоит из трёх частей Датчика, пульта управления и видеомонитора С помощью датчика звук, сфокусированный ультразвуковыми линзами Направляется на изучаемый объект Различные ткани по-разному отражают волны Пульт управления регистрирует отражённые сигналы И превращает их в изображение на мониторе Завтра утром я пройду ультразвуковое обследование брюшной полости Пока ради профилактики Процедуру рекомендуют проходить натощак И ни в коем случае не курить У этого вида обследования вообще масса ограничений И если пациент не предупреждён То вероятность ошибки в заключении серьёзно взрастает На ультразвуковое исследование двухлетнюю Леру направил педиатр Проверить, всё ли в порядке с почками и поджелудочной железой Родители отвезли девочку в одну из частных клиник Уточнив предварительно, на какой аппаратуре будет проводиться диагностика И не вредно ли это малышке Врач-узист дала исчерпывающую информацию Однако забыла сказать о главном Накануне исследования ни в коем случае нельзя есть и пить В том-то и дело, что ничего не сказали Причём я лично беседовала с врачом Она не предупредила Более того, мы Леру покормили, как обычно В 3 часа приехали, покормили ребёнка, в 5 часов приехали в клинику И там я ей дала ещё водички, потому что, естественно, мы ничего не знали О какой-то подготовке специальной Нас заверили, что всё будет нормально Заключение врача для родителей оказалось шоком У девочки проблемы с почками, надпочечниками, загиб желчного пузыря Здесь же, в клинике, по результатам УЗИ и анализам мочи Врач прописала курс антибиотиков для лечения почек Нам тогда наговорили всяких ужасов Сказали, что у нас там с почками какие-то проблемы Что может развиться хронический эпилонефрит И что эту процедуру каждые 3 месяца нам придётся повторять Ну, подсадили на антибиотики Я испугалась, конечно, стали пить, потому что заболевания страшные Ну, в общем-то, из ситуации нас вывел, можно сказать, муж Потому что он через 2 недели начал уже сам волноваться И потащил на Сморозовскую больницу Там нам назначили УЗИ И вот как раз там, кстати, врач мне первый раз и сказал Что нельзя пить и есть перед УЗИ Вот это была первая такая здравая мысль Которую я за всё время от врачей вообще услышала Результаты второго обследования были совершенно другими Никаких патологий в почках и в желчном пузыре у девочки не было Однако за 2 недели приёма антибиотиков у Леры развился дисбактериоз Заболевание желудочно-кишечного тракта Врач ультразвуковой диагностики – это не фотограф Который смотрит в аппарат, видит изображение И может думать о том или другом заболевании Каждый специалист, который работает в своей области Кто в кардиологии, в акушерстве, гинекологии, в онкологии Или в общей практике терапевтической или хирургической Прежде всего должен быть специалистом, онкологом, терапевтом, хирургом, педиатром или кардиологом Сегодня бытует мнение, что метод УЗИ не только высокоинформативный, но и безвредный Однако многие специалисты уверены, негативные последствия масштабного применения ультразвука Могут проявиться через несколько поколений Сейчас 11 утра, в последний раз я ел в 8 вечера Честно признаться, такая диета для меня слишком жёсткое испытание Но делать нечего, мне приходится соблюдать все правила прохождения ультразвукового исследования Как часто следует делать УЗИ и следует его вообще делать ради профилактики? Ультразвуковое исследование нужно проводить желательно раз в год В профилактических целях для исследования структур паренхематозных органов Определяются конкременты камня в желчном пузыре, в почках, в мочеточниках, если они там есть, и мочеточник расширен, в мочевом пузыре Кальцинаты в паренхематозных органах, в печени, в почках, в поджелудочной железе Или выявляются объёмные образования Органы брюшной полости у вас здоровы Патологических изменений в печени, в поджелудочной железе, в селезёнке, в почках я не выявила Амни нет Воспаления нет И объёмных образований тоже не выявляется Биолог Пётр Горяев посвятил изучению ультразвукового излучения несколько лет Вместе со своими коллегами он провёл специальное исследование воздействия ультразвука на ДНК человека Результат вполне можно назвать сенсационным УЗИ разрушает наш организм на молекулярном уровне Во время ультразвукового облучения двойные спирали ДНК разрываются Как бывает при сильном нагревании этих молекул Образуются электромагнитные волны, которые создают фантом боли и страха И этот фантом, в свою очередь, сам способен разрушать ДНК Подобно высокой температуре и ультразвуку Наши с вами хромосомы, они излучают некие звуки упорядоченные Если так можно сказать, это будет, конечно, аналогия такая весьма приблизительная Но они издают некую мелодию Причём мелодию не простую, а с повторами, с речитативами После того, как вы наложили ультразвук на препарат ДНК Вместо богатейшей палитры вы ставили одну единственную ноту Представляете себе, первый концерт Чайковского И вдруг вместо вот этой огромной палитры звуков красивых Вы слышите какую-нибудь одну ноту И-и-и И всё Это стирание огромного пласта информации И сразу же возникла мысль Боже мой, неужели это реализуется в наших с вами хромосомах? Когда мы УЗИ проводим на беременной матери А что, если у ребёнка то же самое происходит? О неоднозначном воздействии УЗИ свидетельствует практика перинатальной медицины. Если взрослый человек не слышит и не ощущает ультразвуковых колебаний, то зародыш в утробе матери реагирует на УЗИ очень бурно. Многие реакции, которые так радуют родителей, ну, например, ребёнок сосёт пальчик, да, или ребёнок там как-то шевелит ручками, в результате затыкает, как бы прикрывает ушки руками, да, то, что так радует иногда родителей. На самом деле это защитные реакции, те же самые реакции, вот сосание пальца, это реакция стрессовая, характерная для состояния стресса. Более ранние сроки беременности, когда у малыша есть возможность просто ускользнуть от нашего ультразвукового воздействия, он пытается это сделать. То есть совершенно очевидно, что вот сугубо вот на уровне ощущений ему это воздействие неприятно. Здоровых детей практически нет у нас. Нету, просто нету. Ультразвук проходит все. Кроме, может быть, каких-то аборигенов, так сказать, в Южной Америке, или, я знаю, в джунглях Африки, все проходят УЗИ. Хорошо или нехорошо? Не знаю. Нужен широкий фронт исследований. Или мы сами себя будем губить. Детям и беременным женщинам рентген делают только в самых крайних случаях. А вот УЗИ назначают сплошь и рядом. Порой подобные исследования оборачиваются трагедией. Эта женщина согласилась рассказать нам свою историю только на условиях конфиденциальности. Два года назад она потеряла ребенка и в своей беде винит врачей. Первые месяцы беременности Ольга, назовем ее так, переносила легко. Она выполняла все рекомендации своего доктора и без возражений отправилась на УЗИ. На тот момент срок беременности еще не превысил 12 недель. Спустя еще несколько дней врач направил ее на повторное обследование, не объясняя причины. После второго УЗИ у женщины случился выкидыш. Вы были беременны, вам назначили УЗИ. Что сказал врач, что произошло? Что произошло? Уже в консультации меня убеждали, что вся проблема была в плаценте. И когда я уже не очень в консультации оправилась, проконсультировалась еще с врачом, мне сказали, что в начале беременности в первом трицикле вообще ни в коем случае УЗИ делать нельзя. А вам когда назовешь? Вот нам как сделали. И вот с этим мы и остались. Вот то, что хотели, то и получили. У вас какой-то был разговор с этим врачом потом? Был разговор. А что он скажет? Понимаете, когда женщина беременна, первым ребенком приходит к врачу и верит всему. Понимаете, если уж это твой врач, и он тебя уже достаточно наблюдает долго. Ну вот и получается, что не всегда проверенным специалистом в руки попадаешь, к сожалению. Все-таки акушерство – это такая клиническая дисциплина, которая многие вещи можно понять без дополнительных исследований. И без того же самого ультразвука. Диагностика внематочной беременности, например, в ранние сроки беременности при помощи ультразвука – вещь, но не совсем правомощная. Ультразвук нам не может ответить на этот вопрос. А между тем, у нас это вполне себе в ходу. Вот такой вот ранний ультразвук. Опять же известно, что именно на ранних сроках беременности ультразвук является наиболее потенциально опасным. И с точки зрения здоровья малыша, и с точки зрения банальной угрозы выкидыша. Потому что ультразвук повышает тонус матки, и одним этим может причинить вред беременности. Ну а как быть с большим сроком? Насколько в этом случае беременным женщинам необходимо УЗИ? Здравствуйте. Срок беременности Ксении Лущик – 7 месяцев. Мы предложили молодой женщине поучаствовать в эксперименте и определить всё то, что определяет ультразвуковое исследование без УЗИ. Опытный врач акушера Екатерина Большакова поможет нам в этом. Существует ряд акушерских приёмов, которые позволяют оценить размеры матки и их соответствия сроку беременности. Это первое, что мы смотрим. Затем смотрим, какая предположительно предлежащая часть, то есть та, которая лежит ниже всего выхода из маминого тела. Затем смотрим, что лежит в дне матки, наверху. Между попочкой и головушкой есть некоторая разница, которая обычно руками хорошо бывает понятна. Бывают иногда нюансы какие-то по этому поводу, но обычно это можно определить. Здесь у Ксении внизу лежит головушка, достаточно чётко понятно. По этой стороне, вероятнее всего, находится спинка малыша, а здесь, скорее всего, находятся то, что называется мелкими частями – ручки и ножки. По идее, здесь должно быть больше шевелений, чем с другой стороны. То есть сердцебиение можно вот фитоскопом определить? Можно достаточно спокойно выслушать сердцебиение фитоскопом, начиная с третьего триместра всегда стабильно, там, в начале беременности. Это проблематично с помощью фитоскопа сделать, но в середине уже обычно можно. Врачи уверяют, что ультразвуковое исследование необходимо беременным женщинам, чтобы выявить патологию плода. И чем раньше, тем лучше. Именно таким был аргумент лечащего врача нашей следующей героини. Вердикт специалиста УЗИ был суровым. Студенту Московского полиграфического института Игорю Болотову уже 18. Крепкий парень, он никогда не жаловался на здоровье. 18 лет назад мама Игоря, Юлия, находясь на восьмом месяце беременности, по совету своего врача отправилась на УЗИ. Результат поверг женщину в шок. И врач УЗИ в центральной женской консультации рассказала мне страшный диагноз. Поставила страшный диагноз, гидронефроз плода. Диагноз явно несовместимый с жизнью. И стала настаивать на том, чтобы я от ребенка избавилась. Сделала плодоразрушающую операцию. Юлии сказали, что донашивать ребенка значит обрекать себя на тяжелые испытания. В лучшем случае он проживет всего несколько дней, но, скорее всего, родится мертвым. Юлия хорошо помнит, в каком состоянии покинула женскую консультацию. На решение ей отвели всего два дня. И она решила, будет рожать. Мне достаточно сложно было принять самостоятельное решение о том, чтобы ребенка родить. Но, тем не менее, я это сделала. Слава Богу, что-то мне подсказало внутренний голос, что нужно это сделать и не верить врачам. И прошло 18 лет, мальчик вырос, прекрасно учится. Но, к сожалению, эти истории о врачебных ошибках достаточно трагические иногда. Я слышу, продолжаю слышать и сейчас. Ультразвук, естественно, имеет все равно свои ограничения, которые связаны с объективными какими-то ограничениями. Иногда бывает, что просто ребеночек так расположен, что четко увидеть его анатомию сложен. Могут рождаться какие-то домыслы и предположения, например. Бывают ситуации, связанные просто с недостаточным качеством оборудования или недостаточной квалификацией доктора. Вообще, акушерство является одной из самых таких ответственных зон ультразвукового исследования. Там действительно нужно иметь большой опыт и большое внимание прилагать к исследованию. Поэтому, к сожалению, ситуации неправомочных диагнозов и еще более неправомочных советов по поводу этих диагнозов ситуации нередкие для нас. И это остается только признать и об этом сожалеть. В платных клиниках не так давно появилась новая услуга. Родителям предлагают цветное фото зародыша или видеозапись УЗИ. Фильм о будущем ребенке. Съемка ведется 20, а то и 30 минут. Если короткое, точное какое-то, ну, по сути, да, ультразвуковое воздействие, оно может как-то быть воспринято адекватно малышом, то чем более долгим становятся исследования, тем более выражены вот эти негативные реакции со стороны малыша. У него может и учащаться пульс в ответ на ультразвуга, то есть какие-то включаются уже прям физиологические реакции. Напрягается матка как таковая, и это тоже биологический эффект ультразвука. Это не что-то там придуманное такое. И, соответственно, одно только это ухудшает состояние малыша вот в материнской утробе в этот момент. Поэтому совершенно очевидно, что ультразвук не может рассматриваться как некая возможность просто заглянуть в мир ребеночка как бы безопасным для него способом. Измерить воздействие на организм ультразвука невозможно, пока нет необходимой методики. Что же касается других пройденных мной процедур, то вот данные моего радиационного паспорта. За время обследования я получил 2,51 единиц облучения. Это означает только одно. В ближайшие годы три мне предстоит воздерживаться от любых обследований, связанных с облучением. Честно признаться, я с удовольствием выполню это требование, но в будущем постараюсь пользоваться альтернативными методами. Рентген вреден для организма. Факт. Альтернативы флюорографии не существуют. Заблуждение. Момография необходима. Заблуждение. УЗИ безопаснее, чем рентген. Не доказано. УЗИ во время беременности не навредит будущему ребенку. Не доказано. Продолжение следует... Рентгенка.